Чехословатские спортсмены Чехословатская команда увеличивает счет Хорошая передача Щагина и комбинация успешно завершена Щагин был гениальный волейболист, действительно Ну, фигура вот как пеле в футболе, вот такого уровня В каждом виде спорта бывает потом много олимпийских чемпионов, ветеранов, всех забывает Бывает один человек, там, в штанге Власов, там, в легкой атлетике Брумель, в футболе Бобров, Стрельцов, Федотов В волейболе, вот это Щагин То есть Щагин больше спортивного календаря, больше этих спортивных обозначений, там, чемпион, там, это, это все больше Вообще мне в жизни повезло Два же я чемпион мира, это счастье огромное Два же и Европу я выигрывал в 50-м, 51-м году Да и чемпион страны около 10 раз выигрывал Он-то гордился, он там 8 раз чемпион Москвы, или там 6, я не помню Но это не это имело значение, он мог быть и 16, ничего бы не прибавило К тому, что уже было Это отдельного такого штучных людей и вообще крайне мало Ну даже была песня Висборо, взлетал как Щагин над веревкой бельевой Он же никакого другого Ну что без драки, волейбол так волейбол Наши отставлены до встречи роковой И Коля-зядь уже ужасный ставит колу Взлетев как Щагин над веревкой бельевой Да и это наше поколение Рудиментом в нынешних мирах Словно полужёсткие крепления И радион в дворах Я всех наших великих волейболистов знаю Всех знаю И со многими просто играл Вы знаете, у каждого есть свои сильные стороны Один там нападающий, прекрасный, вот Костя Рева взять Это же блестящая фигура в нападении Это красиво На него смотреть просто было красиво А вот Щагин мог делать всё Всё мог делать Щагин был блестательный нападающий И это я видел своими глазами На чемпионате мира 52-го года на стадионе «Динамо» В защите имени было равных И это был мозг команды И её дирижёр, и распасовщик Владимир Иванович обладал уникальным скрытым пасом То есть он смотрел в одну сторону В одну сторону, да? А посылался не глядя То есть совершенно в другую И причём мяч попадал так, что Не забить его было просто невозможно И Щагин, как всему прочему, обладал ещё уникальным ударом Он делал вид, что он бьёт вправо Кисть его, как на шарнирах, уходила влево И там же никто не ждал И от блока мяч уходил куда-то Соответственно, выигрывает команда Щагина Это был уникум То есть это были люди артистические Вот они играли в артистический волейбол Где всё было отработано Где всё дышало мыслью И это был человек из тех Которые вот они умирали на площадке Но бились до конца Тогда такие мячи вытаскивали Вот как сейчас перед глазами, как папа вот тащил этот мяч Когда выходил Щагин Вот я уже своими глазами помню Щагина На подачу Все замирали, потому что он владел такой Сегодня неприменяемой подачей, боковой подачей Это была очень сильная и резкая подача Все ждали, когда Щагин там будет на эту подачу И всегда аплодировали, потому что Ну он играл феноменально в то время Сейчас немножко спорт нивелировался Он очень технологичен А тогда все же были очень индивидуальны И публика ходила, играли Играет на публику Надо было ещё и публике понравиться Не просто там отбить мяч У нас была самобытность каждого игрока Кто-то бил крюком левый, кто прямым левый Кто боковым ударом Кто играл с прострелок, кто с коротким То есть разнообразие технических элементов игры создавало зрелищ То есть народ ломился и шёл и любил нас, любил нашу игру Они-то попали вот на волейбольный бум В волейболе у нас два раза был волейбольный бум До войны и после войны И оба раза в нём участвовавшие Вот волейбол тогда был даже более массовым, чем футбол Играли в каждом дворе Это был народный вид спорта Играли в каждом дворе Играли в каждом дворе А я вот вам скажу, как я начал В Сокольниках был спортгородок В спортгородке было 17 волейбольных площадок 17 И летом ни одной свободной площадки не было Мало того, что не было одной свободной Очередь на каждую была Сидел судья, который судил две команды и набирал свою Значит, кто проиграет, вылетает, ты со своей командой ступаешь Вот я начал с 17-й площадки В 8-м классе начали мы ходить Я весь свой двор сагитировал Мы там целая равая ходили 17-е, потом 16-е, потом 15-е И я дошел до 1-й площадки А как раз там разыгрывали призы Между командами парков московских Парк Горького, там какие-то еще В общем, 3-4 парка приезжало Особенно Горького Ценился и был сильным Вот в парке Горького как раз играли Щагин Он вот там начинал тоже играть Они встретились на волейбольной площадке В парке культуры и отдыха Все играли в волейбол И туда ходили, и папа, и мама Кидали мяч, и мама проходила И папа посмотрел ей вслед Вышел на подачу И вот еще не подал И всем говорит Вот на этой девушке я женюсь Прошло пару месяцев Папа заболел воспалением легких И к нему собралась целая группа ребят И девушек Чтобы его проведать И среди них была мама Ее там тоже пригласили Пойдем, говорит, к Володике Щагину Проведаем Он болеет воспалением легких Мама пришла В итоге все ушли А папа пошел провожать маму С воспалением легких Ну раз пошел провожать И раз она ему разрешила Там, я думаю, много было кавалеров Ухажеров, как тогда называли Я не знаю Мама настолько приятная И такая улыбчивая была девушка Мама жила на Лангиновке Около немецкого кладбища А папа жил на чистых прудах Казарного периода И он каждый день провожал маму Пешком Один раз одел новые ботинки И туда-то он ее домочился Дошел А обратно уже чувствует, не может И все время рассказывал историю Что в чистых прудах Лежат его новые ботинки Потому что он, подходя к дому Просто их выбросил Это, кстати, его тоже эмоциональность И пришел домой И все удивились Говорят, а ботинки-то где? Он говорит, не мог, все, не могу И вот он каждый день Ее полгода провожал К маме в дом лазил через окно Он рассказывал, что через окно Маму звали Мария Все ее звали Муся Моя Моросечка Моя ты куколка Моя Моросечка Моя ты душенька Моя Моросечка Пожить так хочется Я весь горю тебя Моя любовь моей женой Они рано встретились Лет в 20 они поженились Бабушка дала им 3 рубля Чтобы они пошли регистрироваться Мама была в ситцевом платье Синего, белый горох И в тапочках Которые чистили зубным порошком А папа в тренировочных брюках И в майке Так они пошли в ЗАГС Это было 18 сентября 1938 года Они зарегистрировали свой брак И 56 лет вместе Все очень дружили И мамина семья Бабушка с бабушкой Хотя одна бабушка была Которая знала 17 языков Вторая очень простая женщина Из Рязанской области Когда-то приехавшая в Москву Если говорить о наших предках То вот род Щагинах Берет свои истоки Из села Полянки Луховицкого района Рязанской области Есть еще на границе Московской и Рязанской области Старая Кошелева Новая Кошелева Вот бабушка вот наша Марья Васильевна Она жила вот в этом селе Кошелево А сами Щагины жили вот в Полянках Ее фамилия была Девича Миронов И она вошла в семью Щагиных Ивана Борисовича Своего мужа В село Полянки В этом селе было имение Такого помещика Селиванова И вот у этого помещика Селиванова Были крепостные Щагины Вот оттуда дедушка с бабушкой Приехали в Москву И обосновались здесь Дедушка был печником Он строил и сундуны И центральные бани А так строил печки Для вот всей Москвы Таскал кирпичи на разные этажи И поэтому, к сожалению Надорвавшись, он достаточно рано умер Эта семья жила вот до революции Есть такой Покровский бульвар Он существует Покровские казармы такие вот Построенные довольно давно В этих Покровских казармах Им городское право было Небольшая комнатка На всю большую семью предоставлено А затем, после семнадцатого года В казарме на переулке Это совершенно рядом В двухэтажном доме Деревянном старом была квартира И вот в этом доме Дом не сохранился Но там в двух комнатах жила Вот эта большая семья Там не было газа Там туалета Потом это все провели Там печка Топили вот печку Которая обогревала весь дом Промерзали стены Они, значит, поскольку Выходили в такой Вров окна Ну, там всегда было очень интересно Потому что там всегда было Очень много народа Даже после войны Приезжать Я там спал на сундуке Это было очень интересно А не на кровати Замечательно готовили Там пекли пироги Тогда это было как-то вот Нормальным Не торт А пирог с капустой Я лично с удовольствием Всегда смотрю Ездил в гости Ну, бабушка была жива У них было в общей сложности По-моему, человек 15 детей 14 14 Но живых осталось Семеро Вот дожившего уже До взрослого возраста Это четыре сестры Три брата А самым младшим был Вот Владимир Иванович Щягин Он в 17-м году родился Как раз, ну, кстати говоря Тоже не самое удачное время Как вы понимаете Для рождения Гражданская война Тяжелая жизнь Ну, тяжелое было детство Голодное детство во многом Он был болезненный Такой очень ребенок Совершенно болезненный ГОНГИЙ şeyi ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ГОНГИЙ Сер Fleet И получилось так, что в семье, поскольку старший брат Александр Иванович воевал, участник гражданской войны, ему в селе дали какую-то часть строения барского дома помещика в старом родовом гнезде Больших Полянках, в котором семья жила и до революции. И на лето семья приезжала в Полянки для того, чтобы отдохнуть детям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Папа рассказывает, что на праздники дедушка брал бричку и ехал покупать продукты на праздник и подарки всем. Обычно он брал старших сестер для этого. Редактор субтитров А.Семкин А потом привозил домой, и дома они разбирали эти подарки. Вот такие ощущения счастья даже, несмотря на то, что дед был простым печеньком, были в семье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Честно сказать, мы, конечно, об этом не рассказываем, но давай расскажем, что все-таки у дедушки было достаточно сложное прошлое, до того, как он пришел в волейбол. Он был, в общем-то, такой хулиган немножко. Да, дворовые ребята, которые хулиганили. Хотели стенку на стенку, да, драться. Гоняли голуби там и так далее. То есть они были хулиганы. Ездили на трамвае сзади. Помнишь, в Расково, как они садились на трамвае сзади на вот этих приступах, как они ходили в Дом пионеров имени Павлика Морозова. КОНЕЦ КОНЕЦ